Да, вот сейчас точно все правильно. И начнем демонстрацию экрана. Уходим отсюда. Вот, слово So Seiki. So Seiki. Вам не очень видно. So Seiki. Это бытие. Бытие состоит из трех канзи. Канзи – это иероглифы по-японски. И мы сегодня, чтобы у вас было понимание, мы сегодня начинаем курс японского по Библии. Если вам это интересно, если вам это важно, то, пожалуйста, буду рад вам помочь. Также мы, соответственно, вот это, этот канзи означает мир. Этот канзи. Если вы новичок, то обязательно выучите этот канзи. Хотя бы как оно выглядит. Не обязательно его запоминать, как пишется. Ну, хотя канзи легкие, можете и записать, как пишется. Как у вас получается, не важно там порядок строк, я, нет, не вам это важно научиться правильно писать, то я могу вам скинуть небольшой чек-лист, как правильно писать, что за чем идет. Любой канзи. Вот. И ки. Ки означает история, соответственно, полностью это называет, будет означать история, мир. История мир. И и и соответственно, бан, это указатель. Ну, условно говоря, это номер. Хотя это, так скажем, количественное слово, которое перед каждой цифрой употребляется. после каждой цифры, после каждой цифры, ну, не перед каждой цифрой, но после каждой цифры. И тибан шо. Шо это глава. Вот это обязательно запомните, потому что в количественных, в порядковых числительных, оно употребляется достаточно всегда. Вот. И начинаем. Начинаем. Хадимени. Хадимени. Сейчас я выделю это слово. Это Хадиме. Начало. Ну, давайте на нем остановимся. Начало. Происхождение. Неизвестный. Но в данном случае это начало или происхождение. Вот. А вот это будет Хадимени в начале. Ни. Сейчас я его отдельно выделю. Вот. Все, что вверху, это называется Хирогана. Или, правильно еще говорить, Акуриган. То есть, это подписи для тех, кто не знает, как читать сканди. То есть, вот эти японские роглифы для начинающих используются вот такая Акуригана. То есть, расшифровка вот простым японским письмом Канди. Потому что Канди, они вы не поймете, как они читаются без Акуригана. Или, если вы не знаете, как читается. Вот. А Акуригана, она подправлена на Хирогане. Хирогана достаточно легкое японское письмо, которое можно бы выучить буквально за один день. И вы уже сможете читать по-японски адаптированные тексты. Вот. Хадимэ. Хадимэ. Ну, вот, сам вот этот Канди означает начало. Мото. Мото или ген. А вот соединение с этим иероглифом читается Хадимэ. Хадимэ. Ни это уже показатель предлог В. В. Частица, которая на русский переводится В. То есть, если дословно переводить, начало В. Но по-русски мы так не говорим, мы говорим В начале. КАМИ. Вот это обязательно запомните, как пишется и как произносится. КАМИ. 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 Несколько раз произнесите и вообще любое слово на японском произносите как можно чаще, чем чаще вы произносите. именно повторяйте за мной, тем быстрее вы запомните это слово. КАМИ. 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 И пропишите один раз хотя бы. Сейчас вот быстренько. Акурегану тоже лучше пропишите, то есть ХА ДИ МЕЙ. ХАДИМЕЙ. Можете прям подписать. Это НИ. НИ. Ну вот НИ обязательно надо знать, потому что это ИВ, ИТЛЯ, И еще разные штуки. И НА. То есть он очень часто встречается. Вот этот Н. Это ХИРОГАНА. Значок ХИРОГАНЫ. КАМИ. Соответственно это КА это МИ. КАМИ. КАМИ. И вы заметили, что это СЛОГОВАЯ АЗБУКА. То есть КАЖДЫЙ ИРОГЛИФ означает не ИРОГЛИФ, а КАЖДЫЙ ЗНАЧОК ХИРОГАНЫ означает не АДНУ БУКУ, А СЛОГ. Ну ИСКЛЮЧЕНИЕ там это гласное и Н. Ну об этом позже, когда они встретятся. Соответственно Т ИРОГЛИФ Вот он КХАС. В японском языке в японском языке используется вот то есть он носовой чаще всего, но иногда степень вот этой нозализации, то есть носа минимальная, но все равно она присутствует, поэтому японский язык такой звонкий, кто-то считает его лающим, но я достаточно долго его изучаю, достаточно часто слушаю японскую речь, я не нахожу в нем ничего лающего, если вы находите, то лучше им не занимайтесь, или послушайте хорошие, там, не какие-то, там, хюнтай, или аниме, где там сплошные раки, а хорошее аниме, хороший фильм, или хороший мультфильм даже, лучше более раннего фотоста, где все-таки ну, в принципе, в аниме редко встречаются вот такие лающие интонации, мужчины, да, у них достаточно брутальные говорят, особенно когда спорят, когда, ну, в принципе, мужчины, даже арабы, вот, если взять, то они говорят достаточно быстро и очень импульсивно, поэтому кажется, что они ругаются, но на самом деле это обычный разговор, но это особенности уже менталитета, особенности национальной особенности, мы в них не будем углубляться, соответственно, это т-н, 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 угу, вот это т-н, ч-чи, так, я выделил лишнее, чтобы вам было понятно, выделим только т-н, т-н, ну, у меня слишком много носа, потому что я раньше изучал французский, поэтому мне прямо нравится вот это, применять нозализацию, но в японском не так, у них она более звонкая, более звонкая, ну, потом вы услышите, т-н, это небо, видите, вверху облака, потом пронзает их молния, одно облако, второе облако, и пронзает две молнии, можно так запомнить, у вас может быть другой способ запоминания, это все в порядке вещей, и чи-ти, 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 чи-ти это отец, а чи-ти это земля, чи, и у них нет ни чи-ти, ти, у них есть ти, ти, то есть между ти и чи, вот, найдите что-то среднее между этим, и это будет ти, 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 то есть придыхательное не совсем придыхательное, но такой более мягкий вариант ти, или более твердый вариант чи, ну, не совсем как в польском допустим, чу-цу, или китайском, ци, там конечно очень твердое че, а тут давайте будем ориентироваться, что более твердое, более мягкое ти, 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 ну, давайте я попытаюсь объяснить с точки зрения положения органов языка, ти у нас, ти, 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 почти у зубов находится кончик языка, ти, а тут ти, ти, он немножко вверх поднимается, ну, как звук р, но мы о нем дальше, когда он третится, ти, 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 ти у нас почти на зубах, а, ти, 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 ну, почувствуйте, где у вас ч, 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 видите, у нас язык, чувствуйте вершине, язык у нас уходит чуть выше, выше по небу, чи, 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 а теперь сделайте такой микс, вот, вы почувствовали язык на зубах, ти, 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 и сделайте чи, 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 и вот прямо проведите эту дорожку от ти, ти, чи, 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 и вот сделайте небольшое движение языком по небу назад. Это, это новое ощущение, может сразу не получиться, но я думаю, вы продвинетесь серьезно, если будете каждый день делать это. Чи, 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 и попробуйте вот немножко отодвиньте язык назад, зафиксируйте его положение и намеренно зафиксируйте его и обратите внимание, чтобы он оставался именно там. ти, ти, ти. Ну, мы слишком долго сидим на одном звуке, идем дальше. Это земля. Земля. Соответственно, из земли выходит дерево, поэтому вот у нас грунт, вот у нас второй этаж, ну, условно говоря, крона дерева, и из него выходит ствол, ствол, вот и получается ти. А второй элемент, мы пока его не будем касаться. О, 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 показатель винительного падежа, ну, для простоты, скажу, винительного падежа, хотя там гораздо сложнее, в английском варианте. Это называется частицы, где японцы сами, я не знаю, как они их это называют, потому что японских учебников я не читал, но могу объяснить, что, как это переводится. Соответственно, О, О, как вы видите, показывает на прямой объект, на прямой объект действия. Да, молодцы. Что мы, ну, чтобы вас не загружать, что такое винительное падеж, просто отвечать на вопрос кого, что, то есть сотворил кого или что. Сотворил, в данном случае, что небо и землю. и вот, чтобы показать, что это кого, что, тэн-ти, тэн-ти-о. И дальше идет глагол цу-ку-ри-та, цу-ку-ри-та. Вот. Цу-ку-ри-та. Цу-ку-ри-та. И та. Та тоже обязательно запомните. Та часто встречается, он показатель чаще всего прошедшего времени. Ну вот, если после глагола стоит, то это точно речи-ку-ри-та. Цу-ку-ри-та. Соответственно, вот это слово отдельно означает либо сотворение, либо сотворить. Ну, конечно, соответствующим окончанием. есть места, то у нас будет сотворил, потому что прошедшее время. Ну, это туда же относится. И получаем, ну, вот это получается. сэм. дальше и как это все вместе читается иногда читается и иногда чаще всего читается как приток в чем-то где-то следующий мы сегодня рассмотрим только три предложения но я думаю для вас это будет достаточно следующее предложение че-те мы с ним уже встречались вот она че кто помнит что означает правильно означает землю землю у нас росло дерево из земли поэтому это те это земля тива ва показатель показатель соответственно темы нет ли говорить бессловно то что касается земли то ну чаще всего не приходится вот соответственно катать и катать и вот это этот значок читается как но когда он означает тему когда он означает индикатор темы то он считается как ва это к мы с ним уже встречались вот в слове коми дальше то тоже встречались с ним вот он до соответственно с его катать и на катать и на катать и это форма вид объем но чаще всего форма вид поверхность вот на это показатель прилагательного тоже можно сказать частица ку тоже частица означает именно с прилагательным означает отрицательное отрицание то есть катать и на это имеющий форму поверхность вид а соответственно катать знаку это не имеющий ни вида ни формы не поверхности то есть без видны без видны в синдальной переводе мы находим это слово без видно и пуста вот слово без видный будет бесформенный без видны слова вид так славянская ну исконно русская условно исконно русская заменила латинским словом форма она нам стало ближе мы его не воспринимаем уже как чуждая мы наоборот без видны воспринимала устаревший какой-то архаизм соответственно дальше мы идем катать и на ку следующий у нас идет му к вернее не к видим с к можно легко перепутать потому что к вот так выглядит а тут на 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 с петелькой с этим мы встречались но мы произносили ди потому что видите две черточки две черточки означает озвончение вот у них си озвончается в ди ди ну в разных диалектах по разному у кого-то ди у кого-то ди то есть еще больше озвончается то есть озвончается и дэ из из за еще озвончается и получается добавляться такой шум получается же то есть джи джи или джи но никогда не джи очень такое деликатно это этот шум в японском языке поэтому канджи это даже не по-английски по-английски будет все равно канджи 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 мягкая же в русском языке же всегда твердая поэтому очень очень так непривычно для японцев звучит канджи вообще в японском вообще этого звука нет поэтому лучше если вы не умеете говорить вот так деликатно ди 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 идем дальше но мы говорили прошли мы немножко уходим в разные стороны но чтобы показать вам мулять мулять это начать пустота пустота и вот слове каратэ вот именно окончание т вот именно это слово еще начать q то есть воздух вот ну воздух тоже состоит из пустоты поэтому логично что это воздух воздух небо но в данном случае это пустота q кусты это показатель этот т форма я не буду объяснить что такое т форма это в следующем видео сегодня мы просто какие-то основные базовые вещи дальше будет более интересно более контентно и более интересно нет для новичков тоже что это вот т форма глаголажит суру 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 ну вообще этого звука вообще нету лосья лосья то есть слышите ну давайте остановимся над этим потому что это один из камень камней преткновения в японском языке это фонетика не такая сложная как в китайском там еще тоновые элементы добавляются хотя в японском тоже есть два тона уже уже определенно но о них о них нас слушать можно а китайском все-таки лучше понять все четыре зона изначально что важно это не 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 как там разных языках ближе к шведскому л л даже к нашему л но не совсем она ближе к европейскому л л л но все-таки с немножко с вибрацией то есть д д д д д д д д д наказал так то есть д 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 чем темная бездна ями вот а я мимо то то мы помним так вот она то показатель прошедшего времени в данном случае это не показатель прошедшего времени но все-таки дальше это мы встречали еще в одном месте вот она катать и тоже не показатель прошедшего рим только в конце глаголов это показатель тут даже не то а да видите две вот эти две черточки они всегда озвончают согласны мы видели меняется на д и тут так меняться надо из очень важно тоже понимать что вот заменитая японская суши суши это не суши не суси а именно суши ближе всего русском языке но мягкий еще мягче чем в нашем русском языке вот этот щи у нас щи щи лучше так говорить но у японцев еще более мягко си 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 то есть еще побольше сын добавить си си шапеля в с если более понятно будет вам и вообще все мягкие мягкие согласны и них вот такие интересные его от изменения то есть и меняется никогда не приносите а че соответственно не приносишь и лучше сказать потому что там идет сосу и си си и так далее ну единственное что остальные классные интересные изменения происходят с рядом х но об этом позже вот красно а показатель родительного падежа то есть вопрос отвечать на вопрос кого чего в данном случае это кого вот этой темной бездны я мива да но я мива да но и что этой бездны мы сейчас знаем это умуты 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 это лицо поверхность лицо поверхность и мы узнали что не не это в данном случае это нам на еще значение не для для вот не на и для в данном случае означает над темной бездны на кромешной бездны ну у нас просто над бездны если переводить дословно то на поверхности темной пустоты глубокой бездны так ари ари это глагол ару 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 означает иметь то есть ару относится к чему че то есть земля имела не имела не имела вида вот на куб не имела мука с у нас и как раз было пустой вот че это показатель глагола че суру и ари вот мы пришли глаголу который имеет эрэ эра эра эре эре эле эле я слышите что ерро не 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 то есть ни гоптали ни никакой ненемецкий там Вот. Никакой из этих звуков. Но это свой японский То есть между нашим и язык поднимается еще выше по небу. Там, где есть наша у нас почти на зубах. И даже выше, чем выше, чем л ари, ари, ари И немножко изгибается еще. Еще немножко изгибается. И получается звук Но это все со временем придет. И снова открыть раз уже отключается слово КАМИ. Его мы запомним. Обязательно запомним. КАМИ. Это Бог. КАМИ. Как же бытие не будет словом Бог? Вот. КАМИ. КАМИ. Второй раз. Первый раз, когда в начале бокса сварил небо и землю. А второй раз. Значит, это второй раз. Второй раз. И тьма была над бездной. Давайте опустим немножко, чтобы было видно. Это, наверное, можно перемещать. Вот. Где мы слово КАМИ? Вот оно. КАМИ. КАМИ-НО Рэй. Видите? И Дух Божий. КАМИ-НО Это показатель. Показатель поддержательности. То есть, родительного поддержа. То есть, отвечает на вопрос ЧЕЙ? Ну, условно ЧЕЙ? А на самом деле отвечает на вопрос КОГО ЧТО? КАМИ-НО Рэй. Рэй Это Дух. Тот же звук был Рэй. Тут Рэй. Вот это Рэй. Это А. А. Не помню, не путать с О. Сейчас мы покажем О. Вот. О. Видите? С палочкой О. Без палочки будет А. И еще продолжается петелька. Видите? Дальше идет вот этот мы не акцентировали. МО. МО. ТЕ. ТЕ мы встречали в слове ТЕН. ТЕН. То есть, ЗИМНЕВА. А. А. Ну и давайте, чтобы было понимание уже того, что мы прошли. ЧИВА КАМИ ТАЧ НАКУ МУ НА СИКУ СИТЕ ИЯМИ ВАДАНО АМОТЕ НИ АРИ КАМИ НО РЕЙ МИДЦУ НО ОМОТЕ О ОХУХИТА ТАРИКИ Мы прочитали уже до суда КАМИ НО РЕЙ ДУХ БОЖИЙ Или если вы здесь родительным падежом, получается ДУХ БОГА КАМИНО БОГА ДУХ РЕЙ КАМИНО, то есть КАМИ это Бог, но это показатель того, что... Ну вот если вы изучали английский язык, то вам легко было запомнить, что это как апострах То есть КАМИНО ГОД АПОСТРОВ 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 И НО РЕЙ То есть ГАД АПОСТРОВ АС РЕЙ СПИРТ То есть ДУХ Если вы не изучали, то запоминайте через родительный падеж МИДЦУ НО МИДЦУ НО МИДЦУ НО Вот ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО ЗАПОМНИТЕ Ну, вот это РЕ Это будет И И, видите, похоже на И РЕ НО 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 вы, наверное, уже запомните Если вы изучали английский, то легко запомните похоже на знак запрещения или можно подписать буковку а тоже будет я запоминал так вы можете по другому но на что кругло похоже носок допустим можно дорисовать носок если по-русски или вот даже тут снизу снизу дорисовать носок даже я могу сейчас нарисовать не хочется портить библию но все-таки для наглядности покажу вот у нас линия есть вот берем и рисуем носок вот и у нас получился носок но до камину ну давайте с чем чтобы и слова божьей дальше идем но мы разобрались миду вот видите похоже ведь на воду вот как будто тут большой сосуд и из него льется вода разбрызгиваясь в трех направлениях или можно представить реку реку вот это одно течение это второе течение то есть разваивается на три течения или волны волны тоже они бывают разные и вот такая реп на воде как вам удобнее так и представляете мизу мизу в данном случае миду миду но соответственно омоте миду но воды то есть миду вода но это притяжательная частица указывающая на родительный поддержка во что кого что получается воды вернее никого что от кого чего нет кого чего нет кого чего воды или и дальше слово идет омоте омоте мы изучали означает лицо поверхность омоте 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 о о тоже показатель обвинительного падежа то есть действие крис водится над метам то есть отвечать на вопрос кого что то есть вижу кого что в данном случае не вижу кого что давайте мы помним земля же была безвидна и пуста и тьма над бездна и дух божий носился над водой вот как раз над водою над водой это и есть вот дальше у нас охохи тареньки охохи тареньки охохи тареньки так этом мы изучали вот единственное что вот этот значок херогана читается дзу без вот этих двух черточек читается как цу дзу 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 дзю это мы знаем ли дзю но но мы уже запомнили что это ибо нау не бану перечеркнутэ либо рав對不對 н добавляем о либо дорисовываем носок снежу но это у нас омуты омуты о то есть вот с поверхностью воды что-то происходит и сейчас мы узнаем что происходит вот что происходит давайте уберу я чтобы вам было понятно и видно что же с ним происходит так тут нет то есть чего с ним происходит давайте отдельно этот я вам привозьмем покрывается покрывается то есть покрыло воду воду покрыло воду то есть дух божий покрыл воду и рикки так рикки тоже нет слова но в данном случае в принципе оно не так важно для понимания поэтому не будем заоставить внимание соответственно оххи-то это у нас покрыл так мы знаем что окончание прошедшего времени и таким образом мы можем перевести все предложения ну я переведу как в синдальном переводе возможно с небольшими извинениями но смысл вы усните а потом переведу как дословно в начале бог сотворил небо и землю это первое предложение второе предложение которое мы сейчас разобрали земля же была безвидна и пуста и дух божий носился над водами в данном случае земля была бесформенная и пустая и над бездной на черной бездной над глубокой бездной над на поверхности глубокой бездны если дословно бездности был дух божий и покрывал поверхность воды вот если дословно переводить то будет именно так ну и в конце там небольшое окончание которое в принципе не добавляет больше смысла для носителей конечно это важно как ну как родиться возможно но нам в принципе это пока не нужно и подменим предложение которое мы сегодня введем это будет глагол не совсем глагол а вот это третий стих ками вы уже наверное его запомнили ками вначале бог сотворил небо и землю ками дух божий носился над водой ками и тут ками ко ко дэнт дэнт чинь ко хикарь 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 ками хикарь Арето Ихита Махикереба Икари Арики Ками Ками мы уже знаем, что это Бог Ками Икари Икари Это свет Ну свет, чаще всего, свет, луч Да Даже счастье может быть, надежда Влияние, сила Но в данном случае Даже зрение Но в данном случае это свет Аре 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 Это может быть Я Я То Прошу Я могу заплатить сколько угодно Аре 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 Ну Это мы знаем слово Во-первых, это может быть слово Но в данном случае это глагол Говорить Это предложение переводится как Да будет свет И стал свет Соответственно Ками Вот сказал Вот сказал Ита 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 Хикари Свет Аре 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 Будет Ну В некоторых контекстах Переводится Я Ну В данном случае Да Будет То Это Показатель Тоже частица Она часто отключается Соединяет Какие-то части Предложения Чаще всего Переводится Союзом И Но Может быть Может Переводится Как вы видите И Когда И если И с Ну вот С Между двумя существительными Это И либо С А если Соединять два Предложения Это может быть И когда И если И другие Моменты Вы это все Видите Мы не будем На этом Останавливаться Соответственно И стал свет И Кереба То есть Вот это Это Ба Это Показатель Условного Наклонения Так Назваемая Эба Форма А Хикери Это Пассивный Залог Пассивный Залог То То есть Над Цветом Цвет Цвет Заставили Светить Поэтому И стал Цвет Вот он Хикари Арики То есть Цвет Пришел вот а реки вот на этом мы сегодня закончим я рад что вам понравилось мы выключаем переходим снова в режим нашего любимого зума и я рад что вы усвоили столько всего много нового интересного но давайте еще раз немножко вернемся чтобы повторить ключевые моменты и зафиксировать вот мы прошли сегодня очень много очень много разных мы изучили разные акурегану то есть мы изучили узнали как пишется и произносится бог камень и кори тоже важно запомнить вот again moto тоже предхождение начала запомните тэн тэн вот отдельно тэн соответственно небо и мы запоминали как два облака из которых молния идти все тут идет кросточек или дерево и вот этот антет крон ну вот этот иероглиф тоже можете как-то запомнить дальше дальше какие ключевые слова вот это важное слово форма образ даже вот это отдельно катать 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 форма если брать вот это слово это будет пустой или воздух в слове карате именно вот это этот канцик тэнт но данном случае он составит руковой роглиф по этому читается минаси вот это слово темный курой но в данном орографе читать полностью все эти три канди читается ями вада ями вада дальше вот это слово лицо или поверхность омутэ омутэ меду меду ну камень вы знаете слова камень митю мы запоминали что этот и поэтому вода меду омутэ снова лицо видите я пробегаюсь только по важным ироглифом камень бог и корень свет тоже зарисуйте очень важный и глагол говорить тоже и у сути тоже важны вот мы и какие-то романтические элементы тоже повторяем не это либо в в данном случае в начале либо у нас было нет у нас не было а нет у нас было не как на на то есть на поверхности до соответственно о это показатели медленно падежа то есть вижу что в данном случае не вижу а сотворил что небо и землю о то так то то это показатель прошедшего времени так вот кури и там другого качения а то сукурита это будет правильно сделать сукурита будет прошедшего времени то есть сотворил ва это показатель темы то есть что касается земли то то она была без видна и пуста вот на это показатель если после существительного идет показатель прилагательного чтобы сделать это отрицательную делаем на ку на ку на ку то есть была имеющая форму катачи имеющая форму катачи на стала не имеющая форму катачи на дальше что это форма ну это мы не будем это это слишком сложно для навыков поэтому мы не будем ари это глагол ару то есть иметь но но тоже важный показатель это показатель родительного падежа мы запоминали как но но или подписать в конце либо как на срок мы доступом снизу но то есть камину бога то есть отвечать на вопрос кого чего то есть нет кого чего в данном случае нет а дух рей дух чей дух кого бога камину и соответственно поверхность чего воды миджу ну а это показатель винительного падежа то есть что кого что вижу кого что соответственно покрыл видите то это показатель прошедшего времени что поверхность воды в принципе остальное это более такой процент уровень мы этого не будем касаться вот такое исключение я думаю вам было интересно было важно послушать это сейчас мы завершим быстренько буду рад если поставите плюсы в комментариях какие то вообще зададите вопросы это очень важно это интересно это прежде всего нужно вам ну мне будет приятно но если у вас какие-то есть вопросы то с удовольствием отвечу до скорых речи мы завершаем нашу конференцию так